Жители поселка Провидение обратились с жалобой на горячую линию президента. 6 июля в домах провиденцев нет отопления и горячей воды. В ситуации попытались разобраться активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Полтора месяца без отопления и горячей воды. Жительница поселка Провидение направила жалобу президента на непростые условия жизни. Говорили также с несколькими жителями поселка Провидение. Говорят о том, что такая ситуация складывается на протяжении 6 лет. Причем, если первые года отключали и старались ремонтировать в течение 14-21 дня, то последние 3 года, как утверждают заявители, отключают горячую воду и отопление на 45 суток. Обсудить ситуацию в Провидении собрались активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, коммунальщики и руководитель Департамента промышленности. В поселке Провидение открытая система отопления. Это значит, что с отключением тепла жители остаются и без горячей воды. За этот период чугодкому хозу нужно успеть подготовить сети к новому отопительному сезону. С каждым годом период навигации, с поставкой материалов, оборудования, особенно в Провиденский район, очень сложно. Бывает один корабль в начале навигации, и потом корабль уже глубоко, скажем так, в августе месяце, или в сентябре, или в октябре даже. Были времена, когда мы проводили все эти мероприятия, ремонтные, ремонт, благодаря тому, что сроки были меньше из-за того, что мы привлекали подрядчиков. На данный момент подрядчики туда не хотят заходить. Мы все это делаем своими силами. Люди не сидят. Сейчас мы перешли, там уже двух-трехсменный будет переходить режим, чтобы, скажем так, числа до 15-го, до 18-го все это сделать. Августа. Поспешим сейчас, получим проблемы зимой, говорят коммунальщики. В настоящее время все системы тепла и водоснабжения уже готовы, теплотрассы проверены, завершающие работы идут на местной котельной. Жителям без горячей воды, конечно, непросто, особенно в холод и с маленькими детьми. На сегодняшний момент хочется обратиться к жителям проведения с просьбой о том, что более терпимо отнестись к этой ситуации, набраться терпения. Мы со своей стороны прилагаем всяческие усилия и будем стараться завершить эти подготовительные работы в максимально короткие сроки. Решением проблемы могли бы стать внутриквартирные водонагреватели, такие сейчас установлены в социальных объектах проведения. Эту идею как основную предложили в Народном фронте. На сегодняшний день очень важно обеспечить тепло в связи с тем, что там открытая система, было предложено индивидуальные накопители воды. Это решило проблему. Но так как жители нуждаются в материальной помощи, потому что не у каждого есть возможность, обговаривался вопрос консолидированного участия департамента и жителей. Это работа на перспективу, а пока жителям остается ждать окончания ремонтных работ проведения. На особом контроле сейчас и работы по строительству нового дома в селе Сиреники, который должен быть возведен на месте поврежденного штормом старого здания. Там тоже потребуется больше времени из-за дефицита подрядчиков и сложной логистики. У нас в августе будет определен подрядчик. В планах подрядчика завести туда технику, необходимое оборудование. Первонаперво приступить и снести дом, потому что принято решение новый дом строить на месте старого. Домокомплект уже заказан, домокомплект уже изготавливается. Если навигационный период нам позволит в этом году завести, то мы приступим к монтажу уже данного домокомплекта. Расселенные из аварийного дома сирениковцы пока остаются у родственников и друзей. Сносом старого здания и установкой нового домокомплекта должна заняться компания «Чукоттранс». Вероника Токмачева, Александр Кузьминов, Вести, Чукотка.